Вот эти черкесские предметы одежды коренных жителей Сочи, адыгов, прекрасно сохранились, несмотря на возраст. Им более века. Обязательный элемент – пояс. В мужском варианте костюма имелась и вот такая коробочка. В ней хранилась протирка для кинжала. А вот в таких газырях этот элемент есть и в современном костюме, но сегодня выполняет лишь декоративную функцию. Раньше мужчины хранили порох, табак или лечебные травы. А в женском свадебном костюме особый интерес представляют вот такие ходули. Как правило, девушка на этих ходулях стояла во время свадьбы и демонстрировала свою красоту. А в это время ее жених, будущий муж, мог и не присутствовать на свадьбе. Он мог, он в это время показывал свою удаль молодецкую, занимался джигитовкой и, так сказать, с мужчинами они пировали отдельно. Еще большим количеством предметов, которые рассказывают о культуре и быте коренных жителей Сочи и переселенцев, располагает Лазаревский этнографический музей. Это один из отделов музея истории города. Кстати, музей в Лазаревке в эти дни отметит свой 30-летний юбилей. Еще часть образцов культуры коренных жителей хранится в запасниках Сочинского музея. Газыри, вышивки, женские украшения, бусы и браслеты. Отдельное место занимает оружие, мечи и кинжалы, как неотъемлемый атрибут любого мужчины того времени. Не только холодное оружие, есть и, например, вот такое кремневое конца 18 века. И сделан он у нас, конечно, с большим мастерством. Мы здесь видим и элементы декора из металла, из кости. Этим вот оружием пользовались нерядовые, нерядовое население, скорее всего, это родовая знать, судя по тому, вот как сделано это оружие. Многие предметы, относящиеся к этнографии, музей истории специально приобретает для коллекции, а большинство музею просто дарят. Кстати, 9 июля в этот день музей будет праздновать 95-летие. Со дня своего открытия здесь представят выставку под названием «Музею перед Инавдар». В рамках экспозиции можно будет увидеть немало уникальных вещей, которые расскажут еще больше об уникальной истории города-курорта.